Эту часть съемки можно включить в репортаж про граффити Калининграда. Данная подстанция таким образом украшена, и это было приурочено проведению чемпионата мира по футболу. Оставили вот на память такой след истории. Да, теги можно видеть, кто это сделал, сохранив в себе человека. А, галерею. Подсниму эти граффити. В целом оцениваю на очень твердую четверку, то есть граффити на самом деле прикольные. Как известно, в 2018 году в Калининграде в том числе проходил чемпионат мира по футболу. И вот, продолжая тему граффити, мы как раз-таки можем видеть работу, которая посвящена данной тематике. Также по Калининграду можно встретить другие работы, например, посвященные Сербии, что очень приятно. В Калининграде еще знают, что такое граффити, или точнее пытаются это как-то поддерживать и рисовать. В больших городах, наподобие Москвы и Питера, конечно, можно больше встретить всяких муралов. Профессиональные граффитчики пытаются зарабатывать с помощью граффити деньги. Я так понимаю, данная стена все-таки разрисована энтузиастами. В общем, можно поставить твердую четверку, то есть граффити на самом деле прикольные. На улице Чайковского, недалеко от Калининградского зоопарка, здесь как раз-таки улица заканчивается, и можно встретить мурал с портретом самого композитора. Странным образом перед мостом у Нижнего пруда образовалась такая стена, и даже не знаю, что это такое на самом деле. К чему это все? А-а-а! Я могу предположить, что стена была возведена, возможно, для съемок как раз-таки фильма ГДР. Вероятно, она имитировала кусок берлинской стены. Сверху можно видеть глаз и над глазом надпись Берлин, различные надписи на немецком языке относительно свободы и тому подобное. В общем, я уже думал, что это местная стена славы, так называемая Wall of Fame, но нет, это как раз-таки все ясно. Стена выходила к пруду, и данный канал играл роль шпрей в Берлине. Так что это совершенно не какая-то стройка, это не заграждение, не забор, а это просто имитация берлинской стены. Вот такая достопримечательность здесь сохранилась, и после съемок ее почему-то не убрали. Кстати, да, судя по тому, что с этой стороны было все заграффичено, все в граффити, это значит, что это как бы изображало западную сторону, вот эта вот территория. Посмотрите, мы идем вдоль разрушенных кирпичных стен. Я так понимаю, что это вот как раз-таки тоже играла роль стены берлинской. Какие-то имеются граффити, это местные калининградские граффити, я так предполагаю, они не свежие. Да, здесь какое-то старое здание, труба явно относится еще к прусскому периоду. В Калининграде очень много, даже в центре, каких-то заброшек, зданий, которые не используются. На самом деле территория пропадает. Но опять же, если вспомнить, прокроется аптеку. Она просто стояла годами, десятилетиями, и никто о ней не помнил, и в итоге сама рухнула. Вот, ну вот, к сожалению, это так происходит, потому что многие здания относятся к памятникам архитектуры, и в том числе бывшие промышленные здания. Здесь можно видеть различные граффити, исполненные лет 10 назад. По факту это можно, да, назвать в некотором роде стеной славы, где вот калининградские граффитчики пытались себя выразить. Все затегано, все в простом стиле. Очередная трансформаторная будка. Я уже показывал граффити, которые были сделаны для Чемпионата мира по футболу. А здесь у нас можно видеть болельщиков калининградской команды Балтика, Балтицы. С этой стороны 1954 год, основание футбольного клуба Балтика. Вот так вот здесь любят футбол, болеют за свою любимую команду. Такое реалистичное граффити, типичное граффити, но при этом украшают очень хорошо здесь на площади Александра Невского местные пейзажи. Продолжаем дальше идти рассматривать граффити вдоль стены, которая относится к больнице. Это больничный комплекс, не совсем талантливые работы в виде обычных тегов, бомбинг. Это нелегальное граффити. Мы прошли от той берлинской стены, подошли вот до этой. Возможно, это опять же для съемок и поэтому загородили, но та берлинская стена явно была имитацией и декорациями. Здесь также имеются граффити. Любить Олега это гордость, забыть Олега это подлость. Вот такие даже надписи здесь имеются. И рядышком у нас старое здание, в котором сегодня располагается больница. Такая стена находится у северного вокзала. Здесь тоже все граффити изрисовано. Аэрозольными баллонами сделано, но приближено к реалистичности. Первое граффити, оно там с какими-то шрифтами и более такое неформальное, так скажем. И с этой стороны также какая-то старая немецкая стена осталась. И вот здесь также все в граффити. Старые стены больничного комплекса. Да, и здесь, кстати, наверху имеется предположительно от снаряда дыра. Ее не стали восстанавливать, оставили как есть. Судя по осколкам, которые в разные стороны прочерчены по кирпичам, это от разрыва снаряда. Здесь снизу тоже очередные какие-то граффити. На самом деле это уже не есть хорошо, когда вот такие исторические стены зарисовывают граффити. Это, конечно, уже плохо и за это точно надо штрафовать. Бывшее укрепление литовского вала. И здесь проходит бетонная стена. И вот местные граффитчики также выбрали эту стену, думаю, лет пять назад. И, соответственно, вот здесь у них также укромное место поудаль немного от цивилизации, чтобы можно было спокойно исполнять свои работы. Ну, вот такие произведения искусств здесь. Понятное дело, что это нехорошо, когда граффити спреется на исторических зданиях. Но здесь уж, извините, ничего не поделаешь. Надо было здесь также вешать таблички с тем, что это исторический памятник. В центре Калининграда мне подвернулось к граффити. На стенах бетонных. Но вот здесь они более профессионально выглядят. Это уже можно отнести к искусству. Либо на заказ делалось. Здесь находился пицца-бар. По этим работам видно, что время не пощадило. Можно видеть разные артефакты. Куски стены отвалились и тем самым дополнили граффити. То есть вот в этом, конечно, и суть граффити. Абстрактные работы выполнены из линий. Цвета оптимистичные. Больше, наверное, напоминают комиксы. Это можно уже отнести к искусству. Но в Калининграде есть такие интересные работы. И здесь стена такая большая. Можно дальше идти и смотреть. Например, здесь... Ну, я так думаю, эти... А, ну вот, 21-й год стоит, да. В 21-м году эта работа сделана. Такой нью-скул шрифт. Автомобиль. Чем-то Волгу напоминающий. Но, опять же, отсылающий к комиксам. Очень такие пинковые розовые цвета присутствуют везде. Либо фиолетовые, что говорит о современном восприятии жизни. Ну и помимо этого, также встречаются между этим работы в черно-белом стиле. То есть отсылка к ретро или какие-то реминесценции. В целом, то есть оптимистичные цвета. Да, здесь, конечно, радуют работы. Я не знаю, на самом деле... Да, это все 21-го года. Здесь, видимо, какая-то официальная легальная стена, которую можно было разрисовывать. Я считаю, что это очень круто, когда в городе есть такие стены, которые можно использовать под граффити. Действительно, летом это выглядит вообще супер. Зимой это также радует глаз. Немного оптимистичнее жизнь, кажется, с такими цветами. Но летом это просто, конечно, круто. Здесь вот можно видеть также какие-то подписи, типа «Цой жив», «Гражданская оборона». Конечно, удивительно, что здесь, да, «Цоя» помнят гражданскую оборону. Интересно. Но это при том, как я понимаю, молодое поколение пишет. Это намного круче, чем на Нижнем пруду. Старая стена, которая была задекорирована под съемки фильма ГДР. И вот как раз-таки там можно видеть, что граффити не олдскульный, а более современный. И, конечно, там к 70-80-м годам, наверное, не отсылают. С трудом, я думаю, что такие граффити можно было встретить в Западном Берлине. Но мы сейчас говорим о стенах на улице Генерала Озерова. Здесь имеется также стрит-арт-объект, выполненный в духе мозаики. Это можно видеть на углу. Я наткнулся на муралы, о которых говорил в больших городах. Здесь также это присутствует. Какое-то море изображено и прыгающие в воду мужчины. Но рядом находится более масштабный мурал на всю стену. Здесь, конечно, можно видеть отсылки к старому Кенигсбергу. Я имею в виду оставшиеся постройки. И мальчик, который сидит в игрушечном автомобиле. Были такие в советское время. И вот рядом трамвай. Как раз-таки тема трамваев у нас поднимается в одном из репортажей. И вот на одном из муралов в центре Калининграда можно встретить как раз-таки трамвайную тематику. Это цивилизованные муралы, которые изображают или отсылают. То есть они делают бетонные стены домов красочными, но при этом выполняют также функцию картин. И это, конечно, отличается от граффити на бетонных стенах, где есть какие-то свои стилистики. На муралах, городских муралах, конечно, которые выполняются по заказу, это все совершенно по-другому выглядит. Но, тем не менее, тоже приятно это видеть, когда такие здания разукрашены большими картинами. Очень круто. Для Калининграда это очень крутая зона с граффити. Советую приезжайте, смотрите.